Сегодня занаряжено, скажем так, у православных читать послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 1 по 12 стих. Бог многократно и многообразно говорил через древние отца в наших пророках, в последние дни говорил через сына своего. Почему? Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть от богослования. Сразу начинает нам апостол Павел говорить, кто такой Бог. Бог говорящий. А у нас получилось так, что от Бога ничего люди не знают. С остальным песнопением это люди составили. Оно нужно. Но это не Бог составил его. Божьим словом называется только Библия. И говоря евреям, апостол Павел отсылал их к известному им. Начиная с первой книги бытия, говорится вначале и дальше идет. Сотворил Бог небо и землю. Это слова, которые Бог открыл Моисею и он записал. Ссылаясь на прежнее писание, на Ветхий Завет, апостол Павел показывает Бога, который непрестанно говорит людям. Я все думаю. Православные, разве про это никогда не читали? Послание никто его не отнимал. Оно каноническое. Почему Бога сделали немым, как сами пастыри? Никаких, ну если монаху что-то сказал одному, иди в пустыне, так я и сомневаюсь, Бог говорил или нет. Потому что вопреки всего, что сказано. В Священном Писании говорится, что Бог издревле говорил людям, Отцам нашим, живущим в миру. Говорил через пророков. Ну по порядку перечисляем. Великие, малые. Притом мы в Писании находим имена пророков, книг которых вообще нет. Они упоминаются, такие как Михей. Кто он такой был, сын Емлая? А слова его были грозные, потрясающие. Поэтому мы должны быть внимательны. К чему? К слышанному. Как мы можем быть внимательны к тому, что не слышали? Я опять на то же... Ну эти слова-то сегодня читали на литургии. Ну неужели ни один человек во всей России не задумался? За рубежом православная церковь. Внимательны? К чему внимательны? Или прочитали? Это занаряжено. Мы обязаны прочитать и опять поставить на место. А наша книга там лежит. Нельзя быть внимательным к тому, чего не слышал. Значит нужно людям рассказать. А рассказать тут же то, что пророкам Бог говорил. Что в последние времена через сына говорил. Это все надо знать и только после этого надо быть внимательным. Я не толкую, я просто открывать хочу, чтобы люди поверили, что есть Бог живой. Бог говорящий. Бог, которого надо слышать, чтобы правильно поступать. Что такое слово «внимание»? Быть внимательным. Салмопевис Давид 27.5 говорит так. За то, что они внимательным действием Господа и к делу рук Его, Он разрушенных и не созиждет. В этом страшная опасность не слышать Бога. И в эту опасность столкнули всю Россию. Тысячу лет. Разговариваешь с людьми, они вообще не знают. Так как слышать? Я сходила в церковь, я молилась, я стояла. Ну что надо, сделала. Икона поцеловала, ушла. Слышать надо, главное-то. Вера и отслышание. Итак, люди были невнимательны к действиям Господа. Меньше всего я про секанта буду говорить. Про нас. А раз невнимательны, Господь разрушит их и не созиждет. Я вижу, что с Россией случилось. Чтобы вот так все было православно, и в один дело делать неправославно, так не бывает. А оно было неправославное, тем более не было святым, как говорят, Святая Русь. А было такое полуязыческое шатание. Притча Соломона, 2 глава, 2 стих. Если сделаешь ухо свое внимательным к делу Божию, наклонишь его к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлениям божественным, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Если ухо наклонишь, а ничего из лотаря не слышно, значит и ухо наклонять не надо. Отстояли молча, молча разошлись. Я хочу взломать эту броню, стену молчания, чтобы с нами заговорил Бог. Я говорю, сейчас только сектантка нам позвонила. Прямо перед самым. Вот звонок меня послали туда. Иеговистка, да, мы свидетели Иегова. Я говорю, это мы свидетели Иегова. Она сразу остановилась. Это мы. А много в городе лжи свидетелей. Они ходят, они совсем не церковные. Она ничего не знает. Все, одним словом Иегова, все у нее вышло. Люди даже не знали этого имени. Она сразу закончила разговор. Дальше она уже слушает, что я ей говорю. Это мы свидетели Иегова. Мы его знаем, мы о нем свидетельствуем. Мы находимся в церкви. А остальные где? Они вне церкви. А мы знаем небесное правительство. Ну, я этого внимания не беру. Притча Соломона, 14 глава, 15 стих. Глупый верит всякому слову. Благоразумный же внимателен к путям своим. Глупый верит. Сектантам, какие ходят по городу, что безбожники говорят, по радио услышат, газетки прочитают, он всему верит. А благоразумный человек внимателен к путям своим. То есть разум свой, это путями называется, он направляет к слышанию Слова Господня. Вы научитесь так понимать Слово Божие, чтобы услышав сказать, это истина неповрежденная. Сектанты делают свои переводы, всемирный перевод сейчас в Библии, вопреки написанному. Подгоняют полностью под свое, совершенно бессовестное. Там нет ни слов, нету. Все учения отроются, они выбрасывают. Совершенно Бога не боятся. Ну, надо быть внимательным к своим путям. Если наш путь с ними пересекается где-то, мы должны им показать, что вне церкви нет спасения. Это мы знаем из священного Писания. Я сказал, говорю, святые отцы дали так. Она сразу меня ухватила. Какие же еще святые? Это когда один Бог святой? Ну, действительно, как будто так. Я говорю, апостол Павел в Каримской церкви пишет возлюбленным, святым избранным. Она сразу замолкла. Я говорю, вы хоть Писание не признаете? Дед, как же Писание-то? Хоть они перевели и его извратили, но эти слова, я знаю, не оставили. Значит, святые, тем более они умерли за Христа, придя к Литяне, она ничего не знает. С ними очень легко разговаривать. Их просто останавливать, окружать их священным Писанием. Они Дух Святой, как личность, не признают. На этом очень легко их ловить. Очень легко. Если это не личность, а только, как говорите, какая-то сила. Нам зачем сила? Это просто... Мы личность знаем. Притча Соломона, 15.31. Ухо внимательное! К услышанному в жизни-то пребывает между мудрыми. Я говорю о слове внимательном. Апостол Павел говорит, что мы должны быть особенно внимательными к слышанному. Впереди перечисляет пророков, которые говорили отцам нашим, и мимо это все не пропустить. А бывает, человек так и ходил, и ничего не слышал. О чем-то задумался. В храме Божьем нужно думать только о одном. Приготовь сердце к слышанию Слова Господней. А дальше Соломон говорит, а они идут и не думают, что куда делать, что свои мечты дома там не доделал, не достряпал, не сходил, и это все в голове крутится. А сейчас еще дачи начнут, а вас с дачи не вытащишь. Вы так наземно и будете приходить. О чем думал, сам не знаю. Одному святому было показано полный храм, тысячи людей. А он говорит, полтора человека только было. Полтора. Подошел к царю и говорит, тут только полслужбы был. А второй, говорит, на Воробьевых горах храм строил. Вот сразу в глазах скинул, как, да тебе и извести нету, ты думал, как кирпич завести. И мы-то о чем только не думаем. Надо ухо ждет внимательным и все запоминать. Когда дома читаете, прочти, дальше не иди. Не надо много читать. После этого подумай, мысленно про себя повтори. А где это в жизни встречается? Была ли проповедь моя? Подумать надо. Повтори несколько раз. Постарайся запомнить. Пророк Исаия, 55 глава, 2 стих, говорит так. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? Послушайте меня внимательно. То есть люди много платят денег и за телевидение, и выписывают газеты, и ходят в театры. А это не хлеб, это не насыщает. И зачем вы отвешиваете деньги за это? А что нужно? Что Бог говорил из деревьев в пророках, что нам говорил в апостолах, вот это надо слышать. Я сегодня читал очень известного протопресвитера за рубежом, Валерия Лукьянова, батюшка привез от него книги. Я посмотрел, книги хорошие все. Хорошие, но разовые. Прочитал воспоминания, на похороны. Второй раз я уже никогда читать не буду. Почему? Нигде, ни разум не ссылается на Слово Божие. Ни одного разума. Да, был, сделал, видел. Ну ты видел, это твои переживания. Ты меня к Богу приведи. И он говорит, да, человек накапливает опыт, уже в возраст приходит, старается с ним поделиться. И самое высшее, что он где может делиться, это проповедь. Ну он сам протопресвитер. Протопресвитер это высшее звание среди священников. Их всего в России были, кажется, два твика протопресвитера. И он говорит, и думаю, протопресвитер, знатный, и видно, лицо такое благородное, ни разу, нигде не открывает Библию. Говорит о монастырях, игумене, 50 лет, вот она такая важная, три креста у нее, три, вся обвешена цепями, они на цепях у ней, видно, что старенькие. Ну думаю, где же он скажет? До конца досчитал, ни одного слова нет. Но только говорит, вот печаль какая-то, состарились все, замены молодых никого нет, может кто откликнется, то есть тризна. Речь уже не об игумене, вместе в монастырь закрывается. Но мы об этом и говорили, читаю, жития святых. Где была родина монашества, Египет, там мусульманство. Там ничего нету совершенно, пустыня. Почему? Не было проповеди. Проповедь это семя Божие, которое рождает, падает при дороге, и наконец падает на плодородную площадь. И так нам дано понять это. И отвешивать наши деньги надо за хлеб. Ты найди в жизни хороший хлеб и отвешивай. На Слово Божие не экономьте на этом. Все остальное уйдет. Я просто делюсь опытом, что в прошлые годы, когда нигде не было возможности достать, Слово Божие, Баптиста, отделенные, печатали на вот это в Прибалтике. Да и КГБ, а контрразведка была против них задействована. Ну, там особое излучение, где есть вертолетами, искали их. И наконец всех арестовали. Мы туда жертвовали все, что есть. Они, конечно, видно было, типография не особенно высокая качество, но хороший переплет, все, они удобно делали. Тогда нигде нельзя было достать. Отвешивать за то, что является хлебом. А ты надо просто у Бога попросить. Милость правильно распорядиться своим бюджетом. У тебя есть деньги, а сколько ты на дело Божие позвала? Так, ну, десятина, это батюшки, на мертвые, как говорится. А для дела Божие. Вот секанты эти, так называемые свидетели Иеговы, они ходят, раздают, а они платят сами. Ищите, или Евангелие покупайте, или как-то, расстресите себя, это ваше будет семя. А так ни на пропаде, ни на нет, деньги уйдут, ничего не будет. Пророк Аввакум, 1 глава 5 стихи говорит так, посмотрите между народом и вглядитесь, и изумитесь. И вы не поверили бы, если кто вам об этом рассказывал. Что я сделал с Израилем, Господь говорит. Внимательно вглядитесь в историю России. Какое крушение потерпели. Все разрушено. И, считая исследования, ну, нигде нет ни одного слова. Главную причину, ну, не было проповеди. А если бы в стране у нас были все баптисты, революции не было. Однозначно. В революции нигде, ни одного на руководящей работе, нигде не было. Только за складами Ленин сказал ставить их, потому что они не воруют, они хорошие люди. Вот и все. А адвентисты? Они уже были. А если бы все адвентисты были в России, революция бы здесь не сделала Ленину. Никто не поддержал-то его. Ну, а если бы все были католики, возможно, была революция православной, а старой обрядцы не было бы. Они на одной обрядности задушили людей, никуда человек не идет. А если бы все проповедовали православие, слово Божие, были такие проповедники, как апостол Павел, да нам даже в зачатии не произошла, эта революция. Вглядитесь внимательно. Если бы кто вам рассказывал, могла быть такая перестройка сейчас, такое разрушение, рухнуло государство. Ну, полностью разлагается все. Это уже все понимают. И неостановимо, и не знает, что делать. Ведь те, которые вверхах, олигархи, они больные, они тяжело больные люди. Это все они пишут. Вот там на севере, вы знаете, губернатор купил пятую яхту. Она ему нужна. Он что, думает, нападение на другое государство делать? Нет. Психологи говорят, это человек пытается в этом показать. Но я вспоминаю одного очень богатого человека, который говорил, чем больше делать богатство, тем мне оно делалось уже неприятнее, и тем внутри себя и чувствовал себя несчастнее каждый раз. И Соломон говорит, и только смотришь, как тебя выпрашивают, как потребляют, а тебе пользы от этого никакой нет. А если бы он эти слова услышал сейчас и сказал, я сейчас 4 миллиарда долларов жертвую на Библию, то же завалить можно было Библиями-то всю страну. Пророк Сафония, 2 глава, 1 стих. Постарайтесь запомнить, я повторю сейчас несколько раз. Исследуйте себя внимательно, исследуйте себя народ необузданный. Ну хотя бы один раз, но могли же это прочитать в России-то. Ну исследуйте сами себя, вы священники, почему Слово Божие не проповедуете? Бог живой! Почему его сделали мертвым? Который не разговаривает с нами, который не слышит. Ну, слышит еще, да, я просил, получил, но с нам обратно эта связь должна быть? Ничего нет. А как говорит Слово Божие Библия? А для России, как известно, Господь говорил, были такие люди, которые прямо слышали, говорили, что это будет, как Иоанн Кронштадтский. Предсказывали, что великая катастрофа грядет. Но почему-то они это запечатывали после моей смерти, через 100 лет только распечатать это письмо. А через 100 лет уже революция пришла. Не то через 100 лет, а надо было через 2 секунды, Бог открыл, сразу выскакивать на улице и кричать, беда! Революция идет! Горе идет! А тут революционер один тайный идет на исповедь, а Серафим его отгоняет. Это вошло в биографию. Смотри, он узнал, что он смутьян против царя, отойди! Дальше ничего и нету. Этих смутьянов-то породила что? Пустота! Они ничего не знали. Итак, исследуйте себя внимательно. Не только Писание, но себя. Почему Павел говорит, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постам. Себя и что Бог положил на сердце. И сверь с Писанием сходится или нет? Послание к евреям, 10 глава, 24 стих. Будем внимательны друг к другу, побуждая к любви и к добрым делам. Я одно слово поясняю, как его разъясняет Священное Писание. Вернее, даже я его не изъясняю, а указываю эти места. Внимательны друг к другу. Неужели мы не видим? Один живет более-менее духовно, другого нигде не видно, ни в чем не участвует. И побуждайте к добру. Бувай, человек засох, заснул, разбуди его, подскажи. В первой книге Маковейская, вторая глава, 68 стих, говорит так. Будьте внимательны по велению закона. Это и следует Священное Писание. Нельзя быть внимательным к тому, чего никогда в руках не держал. Значит, закон должен быть в руках. И между собой рассуждайте. А что у нас еще здесь не выполнено? Я вот сейчас хочу начать с завтрашнего дня с вами заниматься пением. Написано, весело ли кто, пусть поет псалмы. И с завтрашнего дня, прямо на собрании, сразу начнем, сначала прочитаем, все ли согласны с содержанием псалмов. Мотив есть. Свои у нас есть певцы уже, которые знают. И начнем, чтобы вы дома готовите, когда могли напевать эти духовные песнопения. Мы не должны останавливаться на том, на чем мы сейчас стоим. Да, чего-то мы достигли. Но надо продвигаться вперед. Премудрия Сераев 2.29 говорит так. Никогда не лицемерь и будь внимателен к устам твоим. Вот штука какая. Как надо заботиться? Никому не льстить. Как бы тебе не нужен был человек, скажи правду. Не лицемерь, и дальше будь внимательным. Лицемерие устами идет. Собака-то хвостом виляет лицемерит, выпрашивает поесть что-то. А человек своими словами, языком виляет. Серахов 13.11 Говорит о враге, хотя бы он ходил согнувшись, будь внимателен душой твоею, иначе он подставит тебе ногу, когда ты посадишь его рядом. И хотя бы он смирился до времени, не верь, злоба его внутри его ржавеет. Ну, у нас, видите, так до конца не доходит. Когда начинает человек что-то бунтовать, мы разбираем, беседуем, и они отваливаются. А бывает так. Покаялся, пришел. Он занял свое место, а дальше в нем все это идет. Ну, а почему не узнали? А нам не дано знать. Я все вспоминаю Иоанна Златоуста. Он ли не был прозрительный. Едет в командировку, ну, престол, патриарша, поставил митрополита Севира. Возвращается, а тот заперся, его не пускает, уже захватил власть. Это не он один только. И приехал Епифаний. Он тоже святой. Ему уже сто, кажется, четыре года было. Цариса сумела его в свою сторону повернуть, он против Иоанна Златоуста пошел. И после смерти еще Кирилл Александрийский против Златоуста. Уже все явлено, уже святой, прославленным. А почему? Потому что дядя его, пиофил, гнал его. Будь внимателен к действиям твоим. И тогда уже Божья Матерь появилась в видении, ну, то не проверишь никак. Но чтобы был против, это явно. Почему? Дядя-то, ближе. Да как он может? Кровный родцу вообще ничего не значит, если мы уверены во Христа. Кто любит отца и мать, больше чем меня, не достоин меня. Во второй книге Параллипоминон, 6 глава, 49 стих, 42 стих, говорит так. Боже мой, да будут уши Твои внимательны к воплю моему. Если мы внимательны, тогда можем смело сказать, Господи, я внимательен к словам Твоим. Я стараюсь не пропустить, что в Библии святой написано. Будь, Господи, внимательен, о чем я прошу. И просить надо знать, о чем. Как только кто-то заболел, сразу помолитесь. Звонят мне. О чем? Чтоб выздоровел? Не знаю. Есть прямые запреты о ком-то молиться. Вот пришла последняя газета лампады, хорошая статья есть. Почему? Потому что человек, дитё маленькое, не слушалось родителей, огорчало отца и мать. И он болеет, для вразумления Бог поставил болезнь. Да так что нет? Ничего ждать, когда Господь лекарство до конца дас ему проглотить. Не успеть заболеть, уже, ну ты увидишь, что он, сын, погибает. Бог послал ему болезнь для исцеления. Или посадили, или заболел. Ты благодари только Бога. Нет. А мы уже привыкли стандартно. Он должен быть здоровый, ходить, песни, песни. Откуда мы знаем? Может быть, он должен быть парализован, и Господь его подтащит ко кресту своему. Итак, будем очень внимательны к тому, что нам говорит Священное Писание. И только тогда у нас будет надежда услышанными быть от Бога. Аминь. 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 Аминь.